всем привет добро пожаловать на канал progblog tv и в берлин мы сейчас находимся на балконе одного нашего знакомого он живет в берлине но помимо этого работал удаленно американскую компанию естественно работал в россии сегодня поговорим об этом и во всем привет миша давай начнем с того как вообще начался твой путь в программирование начался с того как я сам пока еще участь в школе смотрел как как мой батя программирует и я учился у него я понимал что я хочу стать как он и я просто как экспериментировал иметь компьютер дома в очень молодом возрасте когда я учился в школе я вообще не понимал никакой не сложной математики не и какой-нибудь не знаю теории компьютер сайенса я в основном играл в игры я учился тому как работает компьютер я на практике все это понимал и в своей голове формировал какое-то представление о том как работает компьютер непосредственно спрограммирование начал не знаю уже будучи в старших классах я купил себе книгу по delphi и и читал пока читал до их пор пока не пойму но это было в тамбове ты из тамбова родом да а потом ты закончил там же под университет там все было очень сложно короче учиться я вообще никогда не любил и поэтому в университете я поступил очень сложно и тем что я там делал я вообще не наслаждался и поэтому где-то с середины 3 курса я нашел работу full-time и я с тех пор не посещал университет эти отчислили нет они хотели меня отчислить потому что потому что тот семестр когда я начал работать я не мог создавать ну и в принципе у меня вообще посещения никак не было и короче единственным выходом было перейти на заочное вот что я сделал перевелся на заочное на ту же самую специальность и я продолжил работать расскажи о своей первой работе о той первой full-time работе а тебе интересно звание компании в которой я работал ну не обязательно лучше интересно то чем ты занимался скорее короче в те времена php становился очень популярным языком программирования и я его выучил еще учась на первом или втором курсе университета и мне было интересно создавать какие-то веб-сайти потому что на что меня было очень знакомых с кем я общался вне вне университета они тоже интересовались php и как бы мы с ними там чем-то занимались и я узнавал больше про php вот потом я начал с ними делать делать какие-то совместные проекты вот и потом я заметил что у нас в городе появилась очень очень перспективная компания ну она была совершенно совершенно другая по сравнению со всеми остальными которые у нас были в городе может город маленький 300 тысяч человек и компания компания изначально была московская и поэтому было очень круто что там тебя получится поработать не с каким-нибудь не за этом заводами полимер машем или чем-нибудь таким ты ты работал с ним чуваками которые из москвы приехали и поэтому уровень этого должен быть должен быть очень интересный вот я пошел работы на php и я работал где-то там два года вообще в универе у меня был предваритель который предвал java и он говорил что то что ты учишь это все дерьмо нужно нужно изучать java java такой хардкорный язык программирования и может меня как-то сел в голове но я все равно продолжил заниматься потому что то что я очень много умел я умел задавать сайтики мы с чуваками нам пытались какие-то проекты собственно делать через пару лет я понял что мне хочется чего-нибудь более более такого наш крутого и мне кажется тогда уже мной начали двигать амбиции какие-то я понял что блин если я останусь php это будет очень-очень скучно и нужно двигаться дальше я начал под самый конец перед уходом я начал изучать java java enterprise edition и я короче мы там пытались на нашей работе делать как идет какие-то проекты на на этой java вот я попробовал что-то мне понравилось потом подумал блин зачем мне изучать самому я смогу пойти в другую компанию которая 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 была интернет провайдером и у них там был огромный кусок на java вот и я подумал у них там все есть я могу этому все научиться я пошел к ним я пробовал на полгода и я понял что компания совершенно не подходит мне по культуре потому что что мне хотелось мне хотелось делать что-то мне хотелось двигаться вперед мне хотелось создавать какие-то крутые штуки но чуваки которые работают на в компании они были такие обычные семейные они приходили на работу просто посидеть целый день нам посмотреть что-то в те времена был в контакте какие-нибудь тамбовские формы посмотреть там не знаю видео на обед фильм на обед и все идти вечером с работы чтобы чтобы прийти на следующий день делать то же самое а тебе хотелось чем-то заниматься и что как ты решил эту проблему как решил эту проблему да как ну что дальше было дальше я начал думать о том что что мне нужно ехать в москву потому что потому что потому что то что в тамбове уже но кроме этих компаний больше нет ничего интересного я думал надо надо двигать москву я связался с яндексом они меня пригласили на собеседование сказал бы я подумал подумал понял что я слишком не готов к ним что они много но они требуют очень много знаний про про компьютер сайенс я подумал нет чуть попозже я начал искать другие компании на на как называется хат хантеру я начал сказать другие компании я искал конечно очень много много компании было заинтересованных в молодых программистах и я все рассматривал потом я подумал не нужно сначала закончить университет потому что я все еще учился на заочно и у меня там оставалось по мадин год ладно поэтому я решил сделать по-другому я решил что я сначала найдут данную работу короче я нашла удаленная работу я поработал год в тамбове на эту удаленной работе я закончил 14 универ думаю что не нужен закончил вер потому что если потому что я уж надо знал что я уеду куда-нибудь другую страну вот я знал что чтобы уехать мне потребуется потребуется профильное образование. Да, диплом, диплом. И, короче, я закончил, несмотря на то, что диплом у меня дерьмовый, и важно было то, что он есть. И что еще? Ну, ты работал удаленно. Расскажи о проекте, которым вы занимались. Над чем вы работали в этой компании? Компания создавала счетчики, не счетчики, измерители объема топлива, которые называли. Это такая штука, которую ты запихиваешь в бензобак своей машины, и ты, по сути, трекаешь то, как бензин уменьшается в этом бензобаке, как используется этот бензин, учитывая еще геоположение автомобиля. То есть, это для компаний, которые хотят следить за своими водителями, чтобы они не ездили по своим делам, не сливали бензин. Да, чтобы не сливали бензин. Вот в таком стиле. Ну, ты работал в этой компании, эта компания была не очень большая, то есть там человек 60 работал, правильно? Да, примерно так. И в какой-то момент ты понимаешь, что потолки низкие для тебя, и ты уходишь в Яндекс. Да, да, и в Яндекс я ушел уже в будущем в Москве. То есть, я закончил универ, я эту компанию пригласил в Москву работать, потому что они как раз вовремя начали избавляться от удаленной работы, потому что они поняли, что данная работа не очень эффективна. Я переехал к ним в Москву, я поработал пару месяцев. Потом я подумал, надо двигаться дальше, потому что мне хотелось чего-то больше, потому что я понимал, что тут меня никто же ничему не научит. И я начал рассматривать разные варианты. Почему-то я был очень уверен, что я смогу попасть в топовую компанию типа Яндекса, Майл.ру или Одноклассников. Вот, мне не хотелось идти работать в Одноклассники, потому что Одноклассники.ру – это тот сайт, который мне не пользовался. Майл.ру тоже так себе. Я подумал, Яндекс, Яндекс должен быть престижней всего. Написал Яндексу, они меня пригласили на собеседование, я пособеседовался, они меня взяли. Как проходило собеседование в Яндексе? Ммм, короче, смотри, так как образование у меня дерьмовое, то никаких вот этих всяких алгоритмов, структур данных, там, распределенных вычислений, теорий компьютерных сетей я в университете не изучал, но я знал, что в Яндексе они будут это требовать на собеседование, поэтому я ездил от Савеловской до планерной домой, где-то занимал минут сорок туда-обратно, я читал книги, я читал алгоритмы, я читал структуру данных, я читал про джаву, про конкурентский практикс. Я, короче, я читал все это и пытался как бы абсорбировать как можно больше информации, плюс соединяя все то, чему я научился на практике за примерно за, я думаю, четыре года предыдущие. Вот, я, короче, все это соединил, пошел на собеседование, они мне задавали вопросов, я им понравился, они, короче, единственное, только они понимали, что у меня нет опыта всего этого делать, то есть я понимаю теорию, я смышленый, я заинтересован во всем этом, вот, но у меня недостаточно было опыта, они мне сказали, что можно там как-нибудь на джуниора, они мне предложили зарплату меньше, чем у меня было до этого, и, ну, как бы, после того, как я начал работать, они поняли, что, блин, чувак перспективный, надо ему больше денег давать. И, ну, как бы, так они начали замечать, что во мне есть какой-то потенциал, и, ну, я встраивался, интегрировался. Вот ты попал в крупную компанию, ну, наверное, это самая известная IT-компания на российском рынке. Были ли вот у тебя какие-то ожидания в этой компании, которые на деле оказались совершенно другими? Конечно. Например? Что, короче, процесс заработки, я думал, что там будут просто вот лучше, чем все когда-либо видел, то есть, так как Яндекс – это, не знаю, топ элитности, то там должно быть просто все очень круто. То есть, вот все то, что я не видел, но хотел видеть в своих предыдущих компаниях, я думал, что я найду в Яндексе. Как бы, частично да, но то, о чем я не думал, это то, что, так как Яндекс – это большая компания, и у них, как бы, у них, ну, масштабы, на которых они работают, они совершенно другие, то у них все по-своему. То есть, они не использовали, допустим, Maven для сборки, они жили на старой версии Джавы, они использовали кучу своих собственных фреймворков. Вот, и вот это было для меня немного удивительно, и, как бы, этого я не ждал. Но, как бы, если, так как я сейчас взрослее, я понимаю, что это все правильно, они делали так, как им удобнее, то, как для них работало, но тогда я был этим немного разочарован, но все равно не мешал мне получать то, что я хотел получить от Яндекса. Это понимание того, как работают, не знаю, какие-то огромные системы с миллионами пользователей. А над каким проектом ты конкретно работал? Я работал в Яндекс.Маркете. Яндекс.Маркет. Да. Интересно. Ну, расскажи немножко о том, как была устроена разработка, например, от постановки задачи до выхода в продакшн. От постановки задачи до выхода в продакшн? У нас была Jira. Для обычного разработчика, как я тогда был, у нас были задачи, которые мы на еженедельных планированиях с нашими проект-менеджерами обсуждали. Я эти задачи делал, я собирал нужные Debian пакеты, сам я выливал их в Testing Environment, там тестировщики тестировали. Потом после этого мы выкатывали те же самые пакеты, потому что важно, чтобы… как это называется, воспроизводимость, перевоспроизводимость, чтобы то, что тестировали, тоже выехал в продакшн. Я это все деплоил в продакшн, там было очень много своего тулинга вокруг всего, это построено. Вот, и там было очень интересно, очень интересно видеть, как вообще это все решается в крупных масштабах. Но ты проработала все равно в Яндекс недолго и ушел, ушел в свободное плавание, правильно? В какой-то момент просто я начал искать баланс между тем, что я могу еще получить из Яндекса, и тем, насколько я хочу переехать в другую страну. Вот, и в какой-то момент баланс просто перевесил, и будучи тогда еще глуповатым, я подумал, я пойду работать удаленно, потому что очень круто работать удаленно и жить где-нибудь в Таиланде, писать код на песочном пляжу, на шезлонге под солнышком. И я так никогда не сделал, несмотря на то, что я пошел работать в Яндекс удаленно, я так никогда не ехал. Но, тем не менее, ты в тот момент очень много путешествовал, твоя работа была удаленной, и работал ты на американскую компанию. Сейчас эта тема очень актуальна, многие люди не готовы переезжать из своей страны, хотят остаться в окружении своих друзей, не знаю, просто в том городе, где они выросли, например, но хотят поработать с американской компанией, потому что стабильная валюта, хорошие, интересные проекты. Расскажи, как ты искал удаленную работу? Для начала, где ты ее искал? Компанию я нашел на HeadHunter, потому что компания была частично русская. Несмотря на то, что офис находился в Нью-Йорке, недалеко от Нью-Йорка, команда разработки была русская, потому что сети офиса компании был русский сам. И он, я не знаю, наверное, пытался либо сэкономить, либо просто то, с каким программистом он привык работать, он решил создать всю команду разработки из русских разработчиков. Ну, вообще, это очень удобно было, наверное, потому что он платил, ну, как бы, сам он работая из офиса в Нью-Йорке, он платил разработчикам, наверное, раза в три дешевле, раза в три меньше, чем он платил разработчикам в Нью-Йорке. Но, тем не менее, в тот период, когда ты начал работать, это было очень выгодно, потому что как раз рубль падал, и столько не платили в российские компании, правильно? Да, да. Интересно то, что в этой компании я собеседовался два раза. Первый раз, когда я еще начал первый раз думать о том, чтобы идти из Яндекса, я пособеседовал с ними, они захотели меня нанять, они решили познакомить меня с командой, но потом я подумал, блин, мне надо еще в Яндексе поработать, потому что я осознал, что в Яндексе есть еще много всего, что мне нужно изучить. Поэтому я остался. Потом через какое-то время я пошел к собеседованию с ними еще раз, и я не помню, запомнили ли они меня, но, короче, все то же самое, Я прошел через все то же самое, познакомился с командой еще раз, и я решил начать работать с ними. Интересно то, что между вот этими моментами, как я собеседовался, курс доллара очень сильно подрос. И если, допустим, они предлагали мне то же самое количество тысяч долларов в первый раз, это было примерно сравнимо с моей изначальной зарплатой. Но потом, несмотря на то, что прошло время, несмотря на то, что зарплата у Яндекса стала больше, все равно предлагает то же самое количество тысяч долларов, это было в русских рублях, это было совершенно другое число. Но расскажи тогда о проекте, что это было за стартап, чем они занимались? Они занимались, короче, они делали B2B-продукт для очень древней индустрии, что сейчас становится очень трендовым, потому что древняя индустрия, типа страхования, типа, блин, других не знаю, кстати, вот такие древние индустрии, в которых ничего не развивалось, и которые все еще живут на каком-то софте, который написан, не знаю, десятки лет назад. Кстати, примерно то же самое, что мы сейчас делаем в текущей компании. То есть мы работаем с софтом, который написан десятки лет назад, и мы пытаемся взять эти данные, но представить их в более современном виде, то есть применить все вот эти модные штуки, типа data science, анализ данных, не знаю, там, какие-нибудь machine learning. То есть они делали то же самое для индустрии страхования. Они выгружали данные из вот этих древних систем и показывали тем, кто обычно работает с этими системами, они показывали те же самые данные, но в другом виде, в более, не знаю, более человеческом, более красивеньком, там, более, больше графиков, больше понятности. Вот, потому что единственный, мне кажется, способ, как они использовали эти системы, это просто запихивать данные и, ну, знаешь, как это называется, в режиме крут. То есть они просто создавали какие-то записи, потом посмотрели эти записи в списочке и редактировали их, все. Вот, то, что делает компания, они выгружали данные и агрегировали их, и представляли, ну, показывали какие-то инсайты из этих данных. Вот, то же самое мы делаем прямо сейчас. Да, об этом мы поговорим чуть позже. Расскажи о сложностях и прелестях удаленной работы. Ну, прелести мы знаем, что ты можешь из любой точки мира работать, ты, в общем, сам себе предоставлен. Что, с каким сложностями ты столкнулся? Интересно то, что, когда я шел на эту дайну работы, я думал только о прелестях, я не думал о сложностях. Возможно, потому что я не знал, либо потому что я просто не подумал о них. И что еще смешнее, то, что всех этих прелестей, о которых я думал, я не получил. Потому что, потому что, потому что сложности перевесили все. И, как бы, самая основная сложность, это то, что ты теперь работаешь не в офисе, ты не общаешься с людьми, ты сидишь дома. Ну, конечно, если ты подготовишься к удаленной работе, ты можешь, не знаю, найти себе coworking space, ты можешь, там, не знаю, встречаться с какими-то друзьями на обед, по вечерам, ты можешь, не знаю, ходить куда-нибудь, можешь перейти в какие-нибудь другие страны. Я этого не делал. Я думал, что я просто буду работать удаленно из дома, из своей квартиры, и все будет точно так же, только круче, потому что я зарабатываю больше денег, и мне не нужно сидеть в офисе. Оказалось, что я сидел в квартире, и это было то же самое, как сидеть в офисе, только хуже, потому что не было никаких людей, с которыми можно пообщаться. Во-первых, мне очень наскучило это, и во-вторых, я не очень подходил к компании. Ну, мы друг друга не подходили, потому что у них были другие ценности, у них были другие принципы. Их CTO, он принимал все решения, в основном, и я очень часто был не согласен с ним, но я, как бы не имея достаточно опыта и умения объяснять свои мысли, у меня не получалось донести до него и до команды то, как я считаю, то, как я считаю, должно быть. Поэтому я просто, не знаю, конфликтовал с ними. Проще говоря, они как бы не прислушали их стороннему мнению, ты не имел там веса, не чувствовал себя значимым, правильно? Да. Ну, как бы я их не обвиняю в том, что они прислушивались моему мнению, потому что я не мог полноценно выразить свое мнение, но суть в том, что да, я чувствовал, что я просто не подходил, потому что вот все мои скиллы и весь мой опыт, который я имел, я не мог его никак применить. Поэтому я чувствовал, что я не подходил, надо было что-то менять. Что касается рабочей коммуникации, все-таки огромный часовой разрыв между Нью-Йорком и Москвой, где ты находился. Были ли сложности, связанные вот с коммуникацией? Короче, так как команда разработки была довольно изолирована от всей остальной жизни в офисе CTO, то проблем не очень много возникало. потому что, хотя, наверное, не, знаешь, я скажу по-другому, наверное, просто CTO построил это так, чтобы интерфейс между командой и основным офисом, он был очень-очень тонкий. И мы общались через e-mail, и мы общались иногда по скайпу, видеозвонками. То есть, если мы со всей командой разработки CTO общались в скайпе текстом, то с остальными мы общались либо по e-mail, либо по видеозвонкам в скайпе. Вот, собственно, все. И общение, ну, для меня было очень мало с ними. Ну, то есть рабочий график твой не сдвинулся, условно говоря? Ну, нет, совершенно не сдвинулся. Да, ты жил по московскому времени. Вся команда жила по московскому времени. Да, даже те, которые жили где-то там около Урала. Ну, а как была организована оплата? Я имею в виду, что ты был, они тебя нанимали каким-то образом в штат, или что это было? Короче, для них я был просто контрактор, у которого был какой-то контракт, и которому они перечисляли деньги куда-то. Все, для них это было так просто. Тут в России я, да, я открыл ИП, я открыл расчетный счет валютный, на который они мне присылали все эти деньги. Дальше я там проходил всю очень сложную процедуру валютного контроля. Там я прикладывал какие-то документы, подтверждающие о том, что это деньги предназначены мне, что я их получил легальным способом, и таким образом я их уводил на свой физический, на панкский аккаунт физического лица. Это невероятно сложно, и что сложнее, это все это закрыть. Да, ИП закрыть. Да, потому что, да, ИП закрыть. Ну, с причиной твоего ухода, в принципе, все понятно. Просто ты понял, что удаленная работа – это не твое, и немного, что у вас там были какие-то разногласия. Ты задумался о том, чтобы выбрать страну уже для физического переезда. Как ты выбирал страну? Я рассматривал каждую страну и каждый город, который я посещал в качестве места проживания. Посмотрев все города, мы поняли, что Берлин очень крутой. Как вообще проходят собеседования, вот стандартные собеседования в немецкую компанию здесь? Такое, знаешь, на абстрактном уровне. Спасибо за ответы, за интервью в целом. Не забывайте подписаться на канал. На этом все. Всем пока!